Йоу, всем привет, чуваки, с вами Стэн Лютер, и сегодняшнюю серию мы начинаем с того, что едем навстречу с одним парнем, который занимается контейнерами, в особенности контейнерами из Дубая. В последнее время они появляются не так часто, поэтому транспорт, который там выпадает, уже не так часто появляется на БУ-рынке. Тем оно интереснее, тем оно и ценнее. Сейчас мы посмотрим, пожалуй, самый-самый безумный автомобиль из всех, который только у меня мог быть. Давайте я сейчас вам не буду спойлерить, вы сами все сейчас увидите. Подъезжаем к контейнерам, я так вижу, здесь недавно уже были торги, и этот парень где-то... А, вот он! Вот и этот автомобиль, о котором я вам говорил. Вот она, пацаны! Это Гелендваген 6х6, неплохой аппарат. Ну, слушай, по сравнению с твоим аппаратом, это вообще туфта. Да не сказал бы. Ладно, давай пройдемся по тачке. Вот ПТС. Но здесь у нас все просто. Ноль износа, всего 243 километра пробега, гостоимость 18 миллионов рублей. Так как эта машина с контейнеров, то, понятное дело, она будет новой, не иметь большой пробег. И поэтому это очень классно. Ее за хорошие деньги можно будет потом продать. Это не будет какая-то утилизированная машина. По тюнингу есть гидравлика. А ну, покажи. А это хорошо. Что по деньгам ты хочешь за нее? 9 миллионов. Слушайте, а цена не такая уж и большая на самом деле. Это половина гостоимости. Я не знаю, в принципе, это эксклюзивная тачка отчасти. Она, в принципе, есть на БУ рынке. Она есть в автосалоне. Но их очень редко продают. И поэтому, сколько она стоит, я фиг его знаю. Но так как, помните, я вам говорил, что сейчас рынок просто обвалился. Сейчас, ну, реально непонятно. Но если он продает за эту стоимость, то явно она бы у рынка, он бы ее дороже. Ну, ему было бы посложнее, чем мне продать. Поэтому он столько и хочет. Но 9 миллионов в любом случае это хорошая цена. Потому что, ну, за 9 я 100% ее в любой момент, я думаю, что смогу продать. Даже если мне придется там чуть-чуть постоять. Там полдня, к примеру. Но все равно, чтобы на ней заработать, надо скинуть цену. Чтобы даже если я ее за 9 миллионов купил, то можно было бы даже на этом заработать. Ну, я так понимаю, торг же есть. Я надеялся, что его не будет. Ну, как ты думал, что его не будет? Понятное дело, он будет. Ладно, предлагай. А предложить я тебе хочу за него 8 миллионов. Не, ну это уже через чур. Ты чего? Разве что могу сделать обмен на твой Rolls Royce с твоей доплатой 2 миллиона рублей. Не-не-не-не, такие дела меня не устраивают. Я свой Rolls Royce еще подороже твоего смогу продать. Мне это не надо. Ладно, 8 мало, 8 300 давай. Ну, реально, нормальная цена. Мне один перекуп предложил за него 8,5. Поэтому я лучше ему продам. А, то есть ты реально готов тому чуваку отдать за 8,5? Если я не смогу продать дороже, то да. Давай поступим вот как. Я прямо сейчас заберу у тебя этот гелик за 8,5. Это моя крайняя цена. И все, и ты больше не будешь иметь мороки на свою голову. И я уеду от тебя. И тебе не надо будет дождаться того перекупа. А ты сам знаешь, что перекупы это такие люди, что, ну, иногда и соврать могут и не купить. Вот, если хочешь, прямо сейчас я тебе даю. Хотя нет, подождите. У меня же нет этих денег. Че я торгую за гели, когда у меня на руках всего 4 миллиона рублей? У меня же Rolls Royce здесь. Зачем я поехал на эту сделку? В смысле продолжаю? Я не понял. Подожди, подожди, Сэд, ты прости меня, пожалуйста. Я что-то перепутал. У меня всего 4 миллиона на руках есть. Давай поступим вот как. Я продам свой дом или свою машину. И после этого куплю уже у тебя этот Мерседес. Ну, не за 8,5, а за 8,6. И я у тебя 100%. Я тебе могу даже отдать залог. И с этим залогом ты посиди. За 8,6 я у тебя его заберу. Я думаю, что этот Rolls Royce у меня быстро уйдет. Давай залог 100 тысяч. И я могу подождать 5 часов. Потом мне надо будет уехать. Да, хорошо, давай тогда поехали в банк. Я тебе перекину бабки и так и продолжим. Слушайте, пацаны, странная сделка. Во-первых, потому что он легко решил скинуть деньги. Это во-первых. А во-вторых, то, что очень легко согласился я поднять деньги с 8 миллионов до 8 миллионов 600 тысяч. Хотя изначально я был готов дать 8 миллионов 500 тысяч. Ну и 600 тысяч тоже, ладно, бог с ним тоже неплохо. Эти Rolls Royce сейчас должны уходить, как горячие пирожки. А у меня еще, смотрите, как красиво он покрашен. У меня еще и гидравлика, и тонировка, и вот эти диски. Поэтому я думаю, что этот Rolls Royce у нас уйдет за хорошую такую денежку. Я надеюсь, что как можно дороже. Ну и лямов 10 я попробую попросить. Меня все пошлют, и я продам чуть дороже. Так, ну что, друзья, переводим. 100 тысяч, ну, перекинем ему 999999, чтобы комиссия была на 1% меньше. Все есть. Хорошо, я тогда помчал на БУ рынок, как продам Rolls Royce, созвонимся и заберу тебя. Договорились. Все, друзья, бежим, бежим, потому что у меня всего 5 часов, и еще 8 хп осталось. Кстати, 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 и когда я говорю такое слово, друзья, вы уже, наверное, понимаете, что я хочу вам напомнить про ролик, который не выйдет, а уже вышел на моем канале про мой переезд в Москву. Правда, в связи с последними событиями очень много изменений, поэтому я думаю, что мне придется снимать уже новый ролик, немножко в новом формате. Но в любом случае, тот ролик будет очень интересен. Кто из вас еще его не посмотрел, переходите прямо сейчас на мой канал, посмотрите. И потом возвращайтесь к просмотру этого, потому что, друзья, там будет контент, который я еще никогда не делал, поэтому советую каждому посмотреть. Погнали продавать Rolls Royce. Так, напоминаю, что этот Rolls Royce я купил за 7 миллионов рублей. Мы поставим его на продажу за 10 миллионов и посмотрим, сколько мне за него предложат, потому что я знаю, что 8-100% я смогу его продать. А там уже как повезет. Край, договор. Интересно, что они мне предложат. Сразу же 3 человека подошло и заинтересовалось. Диски, гидротонер. Сразу расписываем. И все хотят знать, какой у меня край. Но я не знаю, какой у меня край. Давайте напишем 8,5. За 8,2 берут. Нет, давайте напишем не так. За 8 готовы взять. Какие 7? Вы где такие цены видели? Они сейчас либо повысят, либо убегут. Вот, я вам отвечаю. Какие 8? 8 не смеши. Но это перекупы в любом случае. Понятное дело, когда 3 человека подходят и 3 просят 7 одновременно. И одновременно отпыгивают их 8, и они даже не торгуются. Это перекупы, потому что они хотят купить за 7, чтобы потом продать дороже. Но это естественно. Человек, который реально хочет... Ё! Что за черт это сделал, а? Мне интересно вообще. О, по-кому-то хлопнули, братан. Это печально. Так, 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 друзья. Как видите, я уже поменял свое место. А у меня Rolls-Royce на самом деле не уходит особо. Потому что меня убили. И мне пришлось сюда возвращаться. И вот уже второй раз я тут стою. Я так понимаю, почему-то люди не сильно интересуются им. Как бы я думал, его отберут прям в первую же минуту. Но почему-то нет. Сколько край? Давайте напишем 8,3. Это и с. Смотрите, раз, два, три. Четыре человека спрашивают. Хоть один из них должен купить. А что по краю, дядя? Дядя, 8,5. 8 миллионов 350 беру. Ну, раз берет, то надо докидать. Еще нет, смотрите. Пацаны, 8 миллионов 350. Кто-то перебивает какие 7,5. Короче, пацаны, что-то непонятно. Походу, придется именно ему кидать. А ну? Все, продано. За 8 миллионов 350. Плюс 1 миллион 350. Как нечего делать. Ну как как нечего делать? В любом случае, это было несложно. Спасибо тебе и тебе спасибо. Все, друзья, тогда мы пошли забирать тот Мерседес и заниматься им и домом. Опа, опа, вот наш сет. Можешь продавать мне его, как мы и договаривались. Тогда заезжаю. Ну да, заезжай. Ладно, идем обратно внутрь, там его встретим. Опа, смотрите, вот он. Вы просто сравните. Вот обычный автомобиль и он. Вот рядышком есть Ренжер Овер, который, казалось бы, большой автомобиль. И какой он маленький по сравнению с ним. А че он кидает за 8 миллионов 600? Я ж тебе сотку скинул. Кидай, как мы и договаривались. Ой, ошибка. Знаю я эти ошибки, знаете, как бы, почему бы и нет. Вот под шумок 100 тысяч себе забрать. Хотя, с другой стороны, может, реально человек ошибся. Все, чуваки, куплено. Забираем его. Я его сейчас продавать не хочу. Люди увидели, что я его купил. Да, я сам хочу на этом ахине сам покататься. Ну, в баню. Оу, 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 оу. Я только заспавнил, он сейчас перевернется. Мне этого еще только не хватало, подождите. Так, давайте попробуем сесть и посмотреть, что с ним будет вообще. Еще одна машина. Так, стоп. Аккуратно, аккуратно, аккуратненько. Все, нормально. Так, друзья, смотрите, какую фишку я этого автомобиля знаю. Здесь у нас, как вы видите, есть такой вот заборчик, который не дает нам перелететь. Но это не касается этого автомобиля. Потому что ему просто наплевать на этот забор. И он может дальше проехать. Сейчас из-за того, что не было скорости, мы даже проблематично немножко проехали. Но все равно, даже сейчас... Ой-ой-ой. А, блин. Что это? Это очень странная физика. Его мотают с одной стороны в другую. Я даже не знаю, как правильно им пользоваться. А вот сейчас, мне кажется, я вообще застрял. Что-то, что-то вообще как-то не весело. Я бы хотел сказать, что вот он такой классный. Мы сейчас будем все перелетать. Но что-то оно как-то не очень у нас получается. Но с другой стороны, вот так вот можно потолкнуть. И все, я продолжу движение. Но все равно это не совсем то, что я хотел. Все-таки я не сдаюсь. Давайте еще раз попробуем. Раз. Есть, 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 есть. Два. Так, вот там тачка. Интересно, вот если там никого в ней нет, то я думаю, можно ею воспользоваться. Смотрите. Что если просто у нас какая-то авария? Ну, вам просто плевать. Мы просто проезжаем мимо него. Блин. Ну, это очень классная бричка. Конечно же, чтобы ее использовать на повседнев, это совсем не то будет. Еще раз-таки я вам говорю, она очень медленная. Ее заносит на поворотах. Даже вот если у нас будут какие-то аварии, кто-то в нас влетит, мы сможем перевернуться. Я не знаю, пофиксили это или нет, но раньше на таких машинах вот постоянно переворачиваюсь. Все-таки лучшим сейчас решением будет это на Боу-рынке попродавать дом, потому что именно здесь есть потенциальные покупатели. Потому что сейчас СМИ не хотят работать и мое объявление никто не делает. Ладно, кричим. Продам дом в Корякино. Край. Давайте напишем 12 миллионов. 9. Кстати, я сам за 9 брал, но нет, я должен заработать. 9,2. Тера есть? Есть. Покажешь дом? А, да, давай, можем поехать. Кто хочет посмотреть дом и настроен покупать, можем поехать. Обмен на Ламборгини Урос, доплачу 500 тысяч. Ну, Ламборгини Урос я купил бы, конечно, но, блин, не, 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 не. Я не знаю, сколько они стоят. Они никогда не стоили 9 миллионов. Они всегда около 7 миллионов стоили. А сколько доплат ты хочешь? 2,5. Ха, он, конечно, офигеет от таких цифр. Дома край сколько? Дома край 9,5. Ну, я, кстати, никому еще не сказал, что у меня край 9,5. Я сказал, что мне дают в любой момент. Все, кто хочет купить дом, едем на осмотр. Что за дом? Еще один парень спрашивает. Корякино. Цена 12 торг. Я сейчас боюсь, что я распугаю всех, кто тут находится. Смотрите, этот чувак заспавнил себе бэху и, походу, будет за нами ехать. Мы берем 100%. Короче, Вадим, едем в Корякино. Ты хочешь за нами, хочешь там жди. Ну, все, начинается самое интересное. Будут торги. Я думаю, людям понравится. Или только два человека будет смотреть. Там третий просто за компанию друган. Край. Давайте 10 лямов скажу. Гол. 10,5 беру. Ого, 500 тысяч накинул. Ха. Ничего себе смелый. 10,7. 11 мое. Жесть, чуваки. А я за 10 хотел продавать. 11,2. 11,5. Давайте в любом случае подойдем сначала сюда. Жесть. Хо-хо. А что так дорого-то? Ха. Ё, я же сам за 9 покупал. Бери. Да изи, мой кин такой же за 13,5 продал. Ща бабок наварю. Ну, я думаю, он врет. Так. Ну, я кинул. И Гриша взял. Но с другой стороны 13. Да не, я не думаю, с каких пор здесь дома 13 стоят. Я же неделю назад брал за 9. Удачного вечерка. И вам, господа. Вован, раз тебе дом не достался, могу тебе предложить Мерседес. Какой? На котором мы сюда приехали. Вова, последний шанс. Бери за 12 дом наваришь бабла. Ха-ха. 11,9. Ё. Ну, давай. Чё? Он только что купил и за 100 тысяч дороже даст Вове? Ха-ха. Чё происходит? Он же говорил, что за 13 его продаст. Чё, реально сейчас ему продаст? Офигеть, чуваки. Ха-ха-ха. Ха-ха. Чё происходит? Для себя беру. Удачи, Вован. Я рад, что дом достался тебе. Нет. Ха-ха. Ха-ха-ха. Чё? Чё за тич? Ха-ха-ха. Гриша дважды их поймел. Первый раз, когда дом продал до 100 тысяч дороже. А во второй раз, когда скин продал до 150 тысяч. Чувак просто 250 тысяч рублей заработал вот за 10 минут в ровном месте. Даже я ему могу позавидовать. Вы представляете? Без лоха и жизнь плоха. Ха-ха-ха. Дай на ПТС взгляну. Прикиньте, если сейчас за 12 возьмёт. И толку от этих 250 тысяч у него вообще не будет. Ха-ха. Вау, хорошее состояние. В гараже хранился. В Дубае. Гидравлика есть. Вот смотри, дружище. Гидравлика. Хороший аппарат. Но взять-то возьму, но с торгом. 12 дороговато. Но никто не спорит, я могу тебе чуть-чуть скинуть. Но ты сам понимаешь, небольшие деньги. И так цена нормальная. Не спорю. Давай 9,5. Да нет, дружище, это тебе не покупать, Бэхо М5. А то это гелик 6 на 6. Никакие 9,5. Но 9,7 максимум дам. Слушай, я еду его продавать за 10 миллионов. Если хочешь, бери. Если нет, то я другому продам. Интересно. Ну, чуваки, давайте будем честны. Эта тачка очень классная. Но она сейчас не стоит на БУ рынке 10 миллионов. Она стоит где-то 9. Ну, не 10. 9,9 и сам думай. Ну, а чё ты думать? Конечно, я ему продам за эту цену. Это бред. И вот он наш счастливчик. Счастливчик, который забирает этот автомобиль за 9 миллионов. 900 тысяч. Та-дам. Опа, смотрите. Мой роллс рост продаётся. Только уже его Флорентина какой-то продаёт. Удачного вечерка. И тебе. Удачного. Звучит с подвохом. Ну, кто знает, кто знает. По чём брал, если не секрет? За 8,5. Мда. Без плоха и жизнь плоха. И толку мне от тех денег, которые я с тобой Вовы наварил. Ну, слушай, всё честно. Ты захотел за эту цену брать. Я продал. Ничего более. Ладно. Давай, удачи. Я погнал. Вот чё, какие возвращаются бумерангом. Тут же нет обмана. И он никого не обманул. И я его не обманул. Я просто сказал цену, за которую я хочу продать этот автомобиль. А там уже решение было за ним. Устраивает его эта цена или нет? Его устроило. Продаст ли он её дороже? Я сомневаюсь. Вот так оно. Вот это перекуп. Так оно и есть. Друзья, я тут под конец оставил одно очень выгодное предложение. Мне хотят продать одну очень интересную машину с очень классной, с историей. Я вам сейчас её чуть-чуть покажу. Мы совсем скоро поедем на сделку с этим человеком. Но я вас уверяю, такой машины у меня ещё ни разу не было. И она будет отличаться от многих остальных, которые у меня были до этого. Это действительно легендарная крутая тачка. И я очень заинтересован в том, чтобы её купить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!